Hi there, Netflix Buddies! Меня зовут Егор, и это канал Puzzle English. Сегодняшнее видео посвящено сериалу, создавшему много шума в интернете, а именно The Crown, что переводится как «Корона». Сюжет — жизнь самого долго правящего монарха в истории Великобритании, королевы Елизаветы II, с её свадьбы принцем Филиппом в 1947 году до наших дней. Сейчас мы с вами разберём трейлер наиболее свежего, четвёртого сезона. Коротко происходящим. На дворе восьмидесятые. Между королевой Елизаветой и премьер-министром Маргарет Тэтчера возникает конфликт, а принц Чарльз вступает в скандальный известный брак с леди Дианой Спенсер. Ну что, готовы получить новую порцию знаний? Let's go! Запоминаем формулировку «Your Majesty», а также синонимичную «Your Royal Highness». Они при просмотре встречаются буквально на каждом шагу. Это обращение к королеве Елизавете. Русским аналогом можно считать «Ваше высочество» и «Ваше величество». «Enough» значит «достаточно». Маргарет Тэтчер использовала это слово в предложении следующим образом. I think we have enough respect for one another personally. Что в переводе звучит? Я думаю, что у нас достаточно уважения друг к другу лично. Вам также может встретиться «Enough» после прилагательного или наречия. Например, «Good enough» или «Fast enough». Что будет означать «Достаточно хороший» и «Довольно быстро». Если вы хотите сообщить кому-то, что вы одного возраста, используйте предложение «We're the same age», то есть «меровесники». Обращаем внимание на выражение «after all», что переводится как «в конце концов» или «все-таки». Давайте применим его в примере. «After all, we have known each other for so long». В конце концов, мы знаем друг друга так долго. «Between us» значит «между нами» и может иметь как прямое, так и переносное значение. В данном случае было использовано первое про шесть месяцев разницы в возрасте между премьер-министром и королевой. А мы сейчас составим предложение с переносным. «Whatever happens stays between us». Что бы ни случилось, это останется между нами. «The senior» называет того, кто старше. Вас наверняка смутило обращение Маргаретки Елизавете. Разъясняю. «Мам» — британский способ сказать «мадам», и «мам» — к слову, не произносит «кому попало». «To run the shop» означает «управлять», «быть главным», то есть «боссом». А слово «perhaps» крайне часто встречается в повседневной речи. Оно является синонимом «maybe» и в переводе звучит как «может быть», «возможно». Вот и главное «goal» железной леди, несравненной Маргарет Тетчер. «Goal» означает «цель». А изменение, которого желает премьер-министр, это превращение страны из «dependent» — зависимой, в «self-reliant» — самостоятельно. Глагол «to succeed» значит «преуспевать, иметь успех». Закрепим его в следующем примере. «Perhaps they will succeed where we have failed». Возможно, они преуспеют в том, чем мы не справились. Первые три слова характеризуют тяжёлое время для страны. Королева в данном контексте предупреждает Маргарет о том, что наживать врагов повсюду крайне опасно. Слово «one» здесь не имеет ничего общего с цифрами. В британском английском распространено использование «one» в значении «кто-то», «кто-либо». Обращаем внимание на модальный глагол «shall». Он используется для выражения будущего времени с местоимениями и «we» — «мы». Также он часто употребляется в вопросах с предложением действия. Например, «shall we go?» — то есть «пойдём?». Но важный момент. В современном английском «shall» практически не используется. Сейчас его можно встретить только разве что в книгах и кино старого издания. «Shall» сменил давно знакомый нам «will». «Duty» значит «долг». Вам, пожалуй, знакомо это слово благодаря популярной игре «Call of Duty». А «indue course» переводится как «со временем» или «в последующем». В данном случае мужчина говорит, что будущая жена принца Чарльза должна была быть изначально любимой людьми, как принцесса, а в дальнейшем и как королева. «Family make the same mistake». «I am the son of the...» «Paying the consequences each time». Запоминаем. «To make a mistake» — совершить ошибку. Со словом «mistake» всегда употребляется глагол «to make», а не «to do». «Consequences» означает «последствия». «Pay for consequences» — платить за последствия. «All I want is to be loved. It's all any of us want from you». Вам наверняка известна фраза «All you need is love», что в переводе значит «все, что тебе нужно — любовь». Так вот, леди Диана здесь говорит то же самое. «All I want is to be loved». То есть «все, что я хочу — это быть любимой». «In time» — здесь означает «со временем». Допустим. «In time you will forget about us» — «со временем ты забудешь об этом». «To give up a fight» переводится как «отказаться от борьбы». А глагол «to bend» снова же имеет два значения — «прямое» — «согнуться» и «переносное» — «уступить». Здесь наблюдается именно второй случай. Ну что, заинтересовал ли вас сериал «The Crown»? Тогда бегом смотреть и совмещать приятное в просмотре интересной работы с полезным изучением английского. А с вами был я, Егор. See you soon! Субтитры сделал DimaTorzok